Около тысячи учебных заведений в Чувашии должны быть отремонтированы к началу учебного года. Такие цифры назвал министр образования и молодежной политики Владимир Иванов. Подготовка школ к детских садов к первому сентября стала одной из тем сегодняшнего совещания у главы республики. Продолжит Татьяна Молокова. Сейчас в Чувашии ведется строительство трех новых школ. Это Шахобыловская в Урмарском, Татсугутская в Батревском и в деревне Яныши в Чебоксарском районах. Их вот в эксплуатацию намечен на осень. В этом году в республике будут построены 11 детских садов. Начнется строительство и реконструкция еще 12. Владимир Иванов отметил, что два детских сада по улице Гладково в Чебоксарах и в Кугесях проблемные. Подрядчик задерживает сдачу объектов. Но пообещал, что в этом году дети смогут справить новоселье. Долгие годы не ремонтировались детские сады. С этого года мы запускаем проект ремонта и строительства, в том числе детских дошкольных учреждений. И 98 миллионов нам позволят дополнительно создать в детских садах за счет капитального ремонта около тысячи мест. На строительство и реконструкцию образовательных учреждений в 2013 году предусмотрено почти миллиард 200 миллионов рублей. В основном средство направляется на все учреждения образования. Но прежде всего акцент мы делаем в этом году на общую образовательную школу. Потому что заканчивается у нас проект трехлетний, который был направлен прежде всего на модернизацию общего образования. Не только в части изменения содержания образования, но и прежде всего в части укрепления материально-технической базы. Основное мероприятие, которое за счет текущего ремонта обеспечивается, это спортивные залы, очень важная тема, медицинские кабинеты. Все связано с сохранением здоровья наших детей, пищеблоки, с тем, чтобы обеспечить качественную подготовку пищи и охватить 100% детей горячим питанием. В этом году продолжится работа по обновлению материально-технической базы. Почти 600 миллионов рублей будет потрачено на новую мебель. Ремонт и замену охранно-пожарной автоматики, благоустройство территории и оснащение спортивным и современным компьютерным оборудованием. В этом году основной упор решили сделать на закупку оборудования для авиасуда и ракетомоделирования в инженерные классы. Кроме того, по закону об образовании в Чувашской республике, принятым в июле на сессии госсовета, все школьники должны быть обеспечены учебниками. На эти цели выделено 200 миллионов рублей. До 20 августа все работы должны быть закончены, резюмировал министр образования. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика.